Сравнивая непосредственно два телефона, мы можем понять, кто из них круче. Так вот, сегодня у нас на сравнении Redmi Note 8 Pro против Huawei P Smart Z. Redmi Note 8 Pro в этом году налажал очень сильно. В сравнении с другими конкурентами он умудрялся всегда проигрывать. Есть еще один шанс Huawei P Smart Z, может быть здесь он отыграется. Друзья, с вами я, Эдскрайбер. Погнали! Как обычно, все раскидаем по полочкам и первая у нас комплектация. В первом случае телефон, зарядка, кабель, скрепка, мануал и чехол. Чехольчик, в принципе, неплохой. Есть даже заглушечка внизу. Huawei P Smart Z. Телефон, зарядка, кабель, скрепка, мануал, пленка и наушники. Чехла нет в комплекте, но отмечу, что есть наушники. Такого себе качества, которые можно сразу же выкинуть. Пленочка окей, поможет. Поэтому плюс достается здесь каждому телефону. Второй момент это батарея. В первом случае это 4500 мАч. Раз, большущие батареи, когда-то такие стояли на максах, на больших телефонах. Но сейчас подобрались уже к среднему обычному сегменту. Во втором случае 4000 мАч. Конечно, это меньше, но тест батареи, который есть на канале, можете посмотреть, друзья. Показал, что Huawei P Smart держится в разы дольше, чем Redmi Note 8 Pro. Если прогонять его в разных тестах и так далее. Поэтому здесь плюс достается Huawei P Smart Z, хотя его батарейка меньше. Друзья, не забывайте про телеграм-канал. Все ссылочки в описании. Там скидка купоны на все эти телефоны, на другие телефоны, на различные товары. Центральный камень, видеоускоритель и оперативная память. В первом случае это MTK Helio G90 Tech, который позиционируется как геймерский камень. Видеоускоритель Mali G76 и 6 гигабайт оперативной памяти типа LPDDR4X. Во втором случае это Kirin 710F, улучшенная версия 710 Kirin, видеоускоритель Mali G51. Лучше бы сюда поставили 70 серию Mali, тогда было бы вообще круто. 4 гигабайта памяти, неизвестно какого происхождения. В Antutu первый телефон набирает 281 тысячу. Во втором случае 155 тысяч. Чисто синтетически, конечно, выигрывает Redmi Note 8 Pro. У него более навороченный, более игровой процессор, который больше чем на 100 баллов превосходит Kirin 710F. Здесь плюс достается Redmi Note 8 Pro. Четвертое это экраны. В первом случае экран 653 дюйма, это IPS матрица, Full HD плюс разрешение 391 ppi. Во втором случае это 659 дюймов, IPS матрица, Full HD плюс разрешение 391 ppi. У Huawei экран немножечко больше, это чистый экран без капель и без вырезов. У Redmi есть небольшая капелька. Если сравнивать два этих экрана, то Huawei P Smart Z здесь лучше. Его экран очень хорошо держится на ярком солнце, он не блекнет. Его цвета остаются яркими и сочными, несмотря на сильный яркий свет. На минимальных значениях плюс-минус они одинаковые, но в целом у компании Huawei получился очень даже хороший IPS на уровне AMOLED экрана, поэтому здесь плюс достается именно Huawei P Smart Z. Пятый момент. В одном и в другом случае один динамик. В Redmi Note 8 Pro отмечу, что стоит регион Индия. Конечно, это два разных динамика по звучанию. Redmi Note 8 Pro звучит просто гораздо лучше, в разы просто лучше. Более объемный, более четкий звук. Есть даже какие-то намеки на басы. Huawei P Smart Z динамик где-то 2016 года. Стыд и позор, не очень хорошее звучание. У компании Huawei всегда с этим проблемы были и до сих пор они остаются. Здесь плюс достается Redmi Note 8 Pro. Сканер отпечатков пальцев. В обоих случаях он установлен на задней крышке телефона. И первый и второй сканер отпечатков пальцев срабатывают очень даже быстро, очень даже шустро. Здесь, друзья, проблем никаких нет, поэтому плюс достается каждому телефону. Седьмой момент. Это дизайн. Очень индивидуальный момент. Я много думал, кому здесь достанутся плюсы. Huawei P Smart Z экран просто зачетный, очень красивый. Без рамок, без каких-то вырезов смотрится очень круто. Выезжающая камера. Ладно, можно козырнуть перед людьми. Тоже круто. Задняя крышка так себе в моей расцветке, особенно не очень. У Redmi Note 8 Pro все наоборот. Задняя крышка просто отвал башки. Очень красивая. Переливающийся в этот зеленый цвет. Очень смотрится красиво, богато и интересно. В общем, здесь я решил поставить по плюсу каждому телефону. У каждого из них есть какие-то свои фишки в дизайне, и они очень интересные. Восьмой момент. Модули связи. Ну, собственно говоря, для чего телефон и придуман, чтобы, ну, как бы связываться с другими. LTE есть в первом случае 3, 7, 20 бенды. Wi-Fi 2,4, 5 ГГц прием-раздача. GPS и NFC, наконец-то, в Redmi Note тоже поставили. Во втором случае LTE 3, 7, 20 бенды, которые нам нужны, они тоже есть. Wi-Fi на 2,4, 5 ГГц тоже присутствует. GPS есть. И NFC тоже с коробочки все окей. Единственное, что в Redmi Note 8 Pro NFC нужно поднастроить. Есть видео, друзья, на втором канале, как настраивается эта функция. Но по набору здесь, друзья, все одинаково. Набор очень хороший, по плюсу каждому телефону. Девятый момент это порты. В первом случае USB Type-C, быстрая зарядка 18 Вт и комбо лоток. Либо 2 наносимки, либо наносимка плюс microSD. Во втором случае это USB Type-C, наконец-то, компания Huawei. В среднем бюджетники стали ставить USB Type-C. Но зарядка 5 Вольт, 2 Ампера, никакой вам быстрой зарядки. Комбо лоток, стандартный, 2 наносимки, либо наносимка плюс microSD. Здесь плюс остается Redmi Note 8 Pro, потому что у него в комплекте быстрая зарядка. И это, друзья, очень круто. В 2019 году уже по стандарту нужно вложить быструю зарядку в комплекте, никаких проблем. Пока мы продолжаем, не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайк этому видео, делайте репост. Репост большой, пишите любой комментарий. Всем хорошего настроения, мы продолжаем. Фото возможности обоих телефонов. В первом случае это камера на 64 Мп от компании Samsung. Во втором на 16 Мп, неизвестно какого происхождения. Возможно это OmniVision или же собственная разработка. Давайте посмотрим примеры фото. Вначале возьмем стандартные камеры, без различных улучшений. У Redmi, обратите внимание, более сочная, более такая динамическая картинка. У Huawei более такая блеклая. Давайте приблизим и посмотрим на детализацию. К моему удивлению, друзья, детализация по сути одинаковая. Хотя компания Huawei всегда проигрывала по фотовозможностям, но здесь плюс-минус все одинаковое. По цветопередаче серый цвет и серый цвет плюс-минус одинаково. Давайте перейдем к следующему моменту. У Redmi есть 64 Мп и сравним уже две эти фотографии. И здесь, друзья, разница, конечно, очень даже очевидна. В целом, если посмотреть, то картинка на Redmi более живая, более сочная, более красочная. Но если мы сделаем кроп, то здесь, конечно, разница очевидная. 64 Мп все-таки помогает сделать картинку более детализированной. И здесь ее с Huawei никоим образом не сравнить. Здесь, конечно, 64 Мп уделывают 16 Мп в одну калитку. Далее по цветопередаче. Слева у нас Redmi. Не очень хорошая детализация. Несмотря на то, что камера у него лучше, у компании Huawei получилась детализация лучше. Плюс-минус по цвету это два одинаковых телефона. Следующий момент. Съемка при недостаточном освещении. У Redmi получаются более светлые фотографии. У компании Huawei немножечко потемнее. Но если мы сделаем кроп, мы обнаружим, что детализация плюс-минус одинаковая. И даже у Huawei она немножечко лучше. По фотовозможностям плюс достается Redmi Note 8 Pro. Единственное отмечу, что компания Huawei поработала над своей камерой. И она стала гораздо лучше, чем было в прошлом году. Видеовозможности каждого телефона. Первый снимает в 4К. Есть стабилизация. Второй не снимает в 4К. Мы выставим одинаковые настройки. И давайте посмотрим примеры. Redmi Note 8 Pro. Снимаем в Full HD качестве. 30 кадров в секунду. Звук тоже пишем непосредственно на камеру. Тоже классно. Отличная стабильная картинка. Это супер. Давайте подражим. Да, стабилизация срабатывает отлично. Вообще никаких проблем нет. В плане ПО, конечно, поработали над этим телефоном. Мы над стабилизацией пишем на основную камеру Huawei P Smart Z. В Full HD качестве звук пишем тоже непосредственно на камеру. Здесь есть один существенный минус, за который я всегда топлю. Это отсутствие стабилизации. Huawei надо уже что-то с этим делать, друзья. Потому что это по видеовозможностям однозначно плюс остается Redmi Note 8 Pro. Далее фронталка на оба телефона. Если мы посмотрим в целом, то у Redmi более засвеченная фотография. Задний фон засвеченный. Если мы сделаем кроп, то мы увидим, что детализация плюс-минус одинаковая. Я думал, что у Redmi будет лучше фотографий получаться. Но здесь они абсолютно на одном уровне. Где-то одна камера лучше, где-то другая камера лучше. Но плюс-минус это две одинаковые фронталки. Поэтому по фронталкам, друзья, достается плюс каждому телефону. Для 2019 года они неплохие. Тринадцатый момент это эргономика. Насколько удобен телефон, как он лежит в руке, насколько удобно им в принципе пользоваться. Сканер отпечатков пальцев или же дотягиваться до иконок. И тот, и тот телефон достаточно массивный и больший. Поэтому и тем, и другим телефонам не совсем удобно пользоваться. Я все время вспоминаю Xiaomi Mi 9 SE, насколько же он удобен. Два этих телефона не очень эргономичные, не очень удобные. Это две большие лопаты. Здесь плюс не достаются никому. Четырнадцатый момент это цена. По сути, один из самых главных и определяющих моментов. В первом случае версия 6.64 на Алиэкспресс. А цены, друзья, вы можете посмотреть в ссылочке в описании. Также телеграм-канал тоже в описании. Не забывайте про него. Проходите, подписывайтесь. Во втором случае цена 16800 рублей. Ну, плюс-минус тоже обозначим, что это 270 долларов. Но эта цена, друзья, у официального дилера, не на Алиэкспрессе. То есть преимущество в том, что вы покупаете, у вас есть гарантии, все плюшки, все дела. То есть можете сдать телефон и все такое. Покупая на Алиэкспрессе, то, скорее всего, это дорога в одну сторону. Хотя проблем с Redmi никогда не было. Давайте почитаем плюсы одного и второго телефона. Redmi Note 8 Pro 10 плюсов. Huawei P Smart Z 7 плюсов. Итак, Redmi здесь выиграл, это было очевидно. У него, конечно, большое преимущество по видеовозможностям. Здесь они уделывают Huawei P Smart Z в одну калитку. И второй момент, где большое преимущество у Redmi, это процессор. Он достаточно мощный, хотя он жрет батарею как не в себя, но работает он в играх гораздо лучше, гораздо шустрее. И видеоускоритель G76 уделывает G51 в одну калитку. Основные преимущества Huawei P Smart Z это батарея на 4000 мАч и хорошо оптимизированная система. Вот такие выводы, друзья, об этих двух телефонах.